приветствую вас друзья с вами проект идеальная свадьба советы профессионалов и сегодня мы попробуем разобраться вопросах декора и оформления обо всем об этом сегодня мы узнаем всю правду как она есть у замечательного человека у специалиста профессионала альфины шабалиной расскажи пожалуйста декоратор кто это такой что он делает вообще декоратор это человек который создает атмосферу да наверное ты как ведущий тоже спрашивают ну там что делает ведущий ведущий создает атмосферу вообще мы все люди которые создают определенную ауру до определенное впечатление определенную энергетику которая дальше отражается фотографиях или люди получают это максимально сразу дам зайдя в зал да например у нас этом декораторов называется вау-эффект вот именно вау-эффект создает декоратор визуально визуально определенными деталями элементами насыщая пространство вот а вот флорист это такой же человек или он другу или эта команда на самом деле каждый декоратор профессионал он естественно должен иметь знание по флористике безусловно то есть он может быть не супер профессионалом в собирании композиций но он четко так так как декоратор продумывает всю концепцию включая и цветочное оформление и как это будет выглядеть то соответственно они просто с флористом работают в связке альфин как понять человеку который планирует свою свадьбу жених невеста нужен ли мне декоратор на мою свадьбу я считаю что декоратор нужен всегда если вы хотите в конечном итоге получить визуальную красивую составляющую до своей свадьбы картинку там букет красивые фотографии которые будут дальше насыщены и в них будет прослеживаться какая-то история от самого первого кадра до самого последнего то вам конечно нужна помощь профессионалов таких как профессиональный фотограф да там профессиональный декоратор который добавит детали да там ну то есть это очень важно даже если свадьба на двоих у меня была такая история когда у ребят был достаточно большой бюджет на свадьбу на двоих когда у меня иногда не бывает таких бюджетов там на 50 человек на 100 но им было очень важно сделать красивый картинку да там выездной регистрации получить красивые приглашения сделать утро невесты ну то есть это важно для людей и поэтому я считаю что декоратор безусловно всегда нужен вот мы говорим о том что нужен красивый декор да какие-то красивые детали на ведь есть замечательные рестораны которых их немного но есть ресторан которых сразу уже все красиво приходишь там там ну так кажется что ничего не нужен там все здорово или самом деле слава богу слава богу что у нас появились такие рестораны когда декоратору не нужно привозить с собой там фуру декора и переделывать его полностью естественно потому что это очень сильно влияет на бюджет до у пары но в целом вот ресторан он есть туда приходят очень разные люди а задача декоратора сделать что-то индивидуальное которое касается непосредственно данной пары данных молодоженов потому что и люди разные и отношения к свадьбе у них разные и разные и они хотят получить разные эмоции кому-то нужна вечеринка с жгучими там танцами да тогда задача декоратора как какие-то создать там интерактивные зоны может быть по большей части да кому-то нужна очень романтичная свадьба вот я там принцесса всю жизнь мечтала ну то есть задача декоратор в данном случае до сделать там более нежным зал то может быть классическим даже в лофт добавить может быть там классики да ну то есть преобразовать немного ресторан под пару которая его выбрала расскажи пожалуйста из чего состоит декор ну на самом деле конечно есть там основополагающие что туда но без чего ни одна свадьба точно не обходится да такие как букет невесты там бутоньерка у жениха да там приглашение которые достаточно важны для молодоженов хотя сейчас тоже многие делают там и сайты визитки и какие-то пригласительные в плане интернет пространство но в целом то есть вот букет невесты оформление украшения пространства где сидят и находятся молодожены то есть это такой важный момент где проходят там фотографии где проходят поздравления вот но все равно в зависимости от пары у каждого у каждой пары молодоженов декор складывается из элементов которые нужны именно и и у всех они разные то есть каких-то базовых таких вещей ну не так много да есть пригласительные это не всегда как ты сказала есть там букет невесты композиции на стол на стол на стол и гостей на главный стол да на стол молодоженов какое-то пространство за ними фотозона вот это наверное такое основное из чего складывается база как понять что специалист который мне возможно понравился или мне его порекомендовали или я его в целом рассматриваю потому что я его нашел что это хороший специалист или это дилетант или это человек который испортит мне свадьбу как разобраться но на самом деле я уже говорила о том что да что при выборе декоратора обязательно нужно смотреть визуальную составляющую его портфолио нужно посмотреть какие свадьбы делал этот человек потому что в наших работах отражается все если вы видите да какую-то свадьбу вы понимаете что здесь ну очень странные какие-то элементы там несоответствие чего-то то может быть стоит задуматься да может быть посмотреть еще специалистов обязательно смотрите на отзывы обязательно да я советую молодоженам потому что когда я невеста и жених видит прекрасное оформление у них вызывает это столько чувств и эмоций что они обязательно оставят отзыв соответственно здесь важно еще учитывать да вот сарафанное радио это тоже да какие-то элементы но на встрече как человек подает информацию то есть принес вам что-то посмотреть да там показать пощупать я не знаю но потому что есть люди которые тактильно да им нужно что-то вот потрогать например да может быть какие-то варианты различной бумаги да там текстуры тканей из которых там отшиты скатерти или салфетки да посмотрите как человек отвечает вам на сообщение быстро он это делает или там это происходит через неделю да ну и обязательно спросите у команды которую вы выбираете кого они могут вам посоветовать скажи пожалуйста а как непрофессиональный декоратор может испортить свадьбу может быть такая ситуация да запросто у меня однажды была у знакомых ребят такая история они пришли на свадьбу вот и оказалось что декор сделан в другом цвете то есть ребята основной цвет свадьбу например чуть-чуть в другом или салфетки да а вот им привезли там сделали бирюзовые бантики там то есть нас только другой то есть ну просто вот вот так вот получилось я я честно говоря вообще такого представить не могу вот потому что ну то есть мы прорабатываем палитру настолько настолько долго до составляя мудборды расписывая оттенки и это там не так что цвет свадьбы у нас бордовый и пошло все в бордовом все бордовым затянули бордовые цветы заказали но это это не ведущие в бордовом пуджаке у меня такой есть это это не кирпичный не называется стилем ну тут давай не будем спорить об оттенках вот кстати это тоже такой момент иногда может прийти невеста и сказать что я хочу свадьбу цвета тиффани а потом оказывается что это там цвет тиффани для нее мятный там синий лучше лучше взять с собой палитру цветовую да и сказать что вы пальцем да покажите да то есть примерно какой цвет вот вам например нравится да то есть то здесь тоже надо понимать также кстати бывает и со стилями хочу свадьбу в стиле рустик оказывается что это там классика с белыми пионами например ну то есть просто потому что человек непрофессионально невеста не должна в этом разбираться допустим у меня есть список каких-то студии декора или декоратор такой такой не знаю пять человек три человека вот я звоню звоню декоратору какие вопросы мне следует задать сразу данном случае обязательно нужно выяснить свободно ли дата и соответственно узнать работал ли декоратор уже на площадке до которую которую вы взяли в себе для мероприятия рассказать ему там сколько человек будет на вашей свадьбе и уточнить с какими бюджетами работает этот декоратор чтобы вы понимали да то есть готовы ли вы будете этому специалисту заплатить определенную сумму или может быть вам что это стоит поискать еще что-то или может быть вам уже дальше стоит просто встретиться и обсуждать какие-то варианты потому что без встречи конечно декоратор никогда не сделает вам какую-то концепцию он вас не знает если опять же только не готовые там решения но готовые решения мы покупаем как в магазине да то есть я не говорю здесь про там нет никакой персонализации да там нет дизайна разработка 10 вариантов выберите что вам из этого нравится это будет дешевле ну да то есть вы видите картинку видите ее стоимость и и покупаете такой как она есть там без каких-либо изменений альфин спасибо тебе огромное спасибо это замечательный день замечательная возможность пообщаться и напоследок я бы хотел тебя всего об одном попросить пожелай что-нибудь прям лично нашим зрителям этого проекта идеальная свадьба совета профессионалов пожелаем что-нибудь чтобы их свадьба была счастливой красивой и атмосферной ребята пусть вашей ваш день до который вы запланировали провести с самым близким вашим человеком и самыми близкими вашими гостями пусть он будет волшебным очень стильным и красивым и у вас все будет хорошо главное чувствуйте волшебство внутри себя а